Субтитры делал DimaTorzok Хотя ты знаешь, многие сейчас боятся рожать, говорят, цены на все сумасшедшие и с появлением ребенка столько всего нужно Хотя разве могут эти проблемы сравниться с тем счастьем, что приносят дети? Ты права, но если честно, и у нас теперь появилась проблема Старшие дети подрастают, еще и маленький появился В квартире нашей совсем тесно стало, а чтобы купить другую побольше, недостаточно денег Вот думали взять кредит на ипотеку, но как потом его выплачивать? Так у вас же сейчас многодетная семья и у вас есть право на 450 тысяч рублей от государства? Говоришь о материнском капитале? Я говорю о дополнительных 450 тысяч рублей для рождения третьего и четвертого ребенка Для родителей, которым в банке дали кредит на жилье Впервые слышу, вот бы узнать поподробнее Давай спросим у юристов Действительно, с 25 сентября 2019 года многодетные семьи получили право на помощь от стороны государства в выплате ипотеки По условиям программы государство выделяет до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотечному кредиту Выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года появился третий либо последующий ребенок При этом возраст старших детей и наличие официально зарегистрированного брака не имеют значения Но для получения помощи на погашение кредита по ипотеке, конечно, есть обязательные условия Первое – это наличие гражданства Российской Федерации у всех членов семьи Второе – кредитный договор должен быть подписан до 1 июля 2023 года И третье – выплату можно получить только на указанные в законе цели Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного на следующие цели Покупка жилья в строящемся доме или новостройке Покупка готового жилья у физического лица, так называемая вторичка Приобретение или строительство частного дома Покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства Покупка недостроенного объекта индивидуального жилищного строительства Приобретение жилья в рамках льготных региональных программ Получение последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заемщик становится собственником всего объекта. Рефинансированные кредиты, если они получены на вышеперечисленные цели. Особо отмечу, речь идет только об ипотечном кредите. Данную выплату нельзя использовать для погашения потребительского кредита. Например, кредиты на ремонт, на покупку автомобиля или техники, либо на приобретение коммерческой недвижимости. Как оформить такую выплату? Первый шаг. Для получения выплаты необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, с заявлением о погашении задолженности по кредиту. Форму заявления вам выдадут в самом банке. К этому нужно будет приложить полный комплект документов. Документы могут быть поданы в подлинниках, либо в виде копий. Нотариально заверяются только копии документов, подтверждающих материнство или отцовство. Заверять копии остальных документов не требуется. Документы, необходимые для получения ипотечной выплаты. Паспорт. Документы, подтверждающие материнство или отцовство. Ипотечный договор. Договор купли-продажи жилого помещения или земельного участка. Договор участия в долевом строительстве или договор об уступке права по договору участия в долевом строительстве. Согласие заявителя и детей, достигших 14 лет, на обработку персональных данных. Второй шаг. Банк рассмотрит ваши заявления и документы и направит их в акционерное общество «Дом РФ». Это финансовый институт развития жилищной сферы, созданный правительством для содействия проведения государственной жилищной политики. Дом РФ проверяет заявление и уточняет информацию в Едином государственном реестре недвижимости и в Едином государственном реестре записи актов гражданского состояния. Если эти ведомства подтверждают информацию о вашем ипотечном кредите, то Дом РФ посылает деньги банку. Третий шаг. Банк погашает вашу задолженность по кредиту. При этом не только на 450 тысяч рублей уменьшается ваша задолженность по ипотеке. Вместе с ней уменьшается и размер ежемесячного платежа, и сумма переплаты по кредиту. Можем ли мы еще раз рассчитывать на такую выплату, если в семье родится еще один ребенок? Нет. Это единовременная выплата. Одна семья не может получить выплату дважды по одному и тому же кредиту, даже если со времени получения господдержки прошло слишком много времени или появились еще дети. Если я подам заявление, то когда смогу получить эту выплату? Срок получения выплаты с момента подачи заявления в банк в среднем составляет около 20 дней. Но вы сами можете отслеживать этот процесс. Для этого нужно будет войти на сайт Дом РФ в раздел «Государственная программа поддержки семей с детьми». Далее войти в окно «Проверить статус заявления». Ввести в специальное окно номер вашего заявления, который присваивается банком. Если вы его не знаете или забыли, номер можно уточнить в банке, а затем активизировать опцию «Проверить статус». Если вы совершите эти совсем нетрудоемкие действия, то значительно облегчите нагрузку на свой семейный бюджет в случае, если вы получили ипотечный кредит или планируете это сделать. При этом важно знать, в первую очередь погашается задолженность по основному долгу. Если задолженность менее 450 тысяч рублей, которая осталась после погашения долга по кредиту, то ее можно использовать для оплаты процентов за пользование кредитом. Кроме того, возможно погашение просроченной задолженности по основному долгу и процентам. Знайте свои права и умейте этим пользоваться!